Привет, девчонки! Привет, Ютуб! Особенно привет моим подписчикам! Рада вас снова приветствовать на своем канале! В сегодняшнее видео хочу посвятить запросу, есть ли у меня какое-то рукоделие или хобби. Да, есть, я бы сказала, небольшое хобби, но на данный момент я немножко приостановила его. Это вышивка крестиком. И меня не обошла сия творческая стезя. Расскажу немножко предысторию о том, как я к этому пришла. Моя знакомая, ну ныне я бы сказала, это уже подруга, увлеклась этим, переняв опыт от своей мамы. И приносила на работу, хвастаться своими работами, своими процессами, то, как у нее это все движется. Я посмотрела на это все, и меня так заинтриговало, так увлекло, и я подумала, не заняться ли мне этим, не увлечься ли. И подумала, чем я хуже? Может, и у меня получится? И действительно, я думаю, получилось, получилось неплохо. И я не скажу, что у меня миллион работ, и они все очень грандиозные, все очень объемные. Нет, большинство из них очень маленькие, очень наивные, очень детские. Ну, существует одна, я бы сказала, внушительная моя работа, о которых я и хочу сегодня вам поведать. Вышита была мною вот такая вот бабочка. Оформила ее вот в такую вот белую с золотом рамку. Мне показалось, что это достаточно ярко-эффектное сочетание вот такой ярко-синей бабочки и вот такой вот белой с золотом рамки. Кстати, упомяну, что рамки в основном вот для таких маленьких работ я покупаю в фотомагазинах. Их там всевозможное количество, и можно подобрать под любую вышивку. На любой вкус. Расположила я эту бабочку вот тут, на стене в прихожей, где моя ключница. Кто смотрит мои видео, знают, вот я про нее рассказывала. Вот рядом расположена бабочка. Можно сказать, тут же в прихожей, это продолжение коридора прихожей. Дверь в туалет и в ванну. И вот в этом вот пространстве я расположила мною вышитого енота. Я решила, что он до того вот такой милый, простой и добродушный, что не надо для него выбирать было какую-то вычурную рамку. Просто вот рамка из светлого дерева. И он такой вот, душка с кленовой веточкой. Мне показалось, что вот самое то, вот с такой вот рамочкой. В спальне на стене между двумя бра я расположила, я считаю, свою, ну, самую грандиозную работу из всех мною вышитых. Если до нее у меня были какие-то маленькие вышивки, такие детские, наивные, то это, я считаю, ну, достаточно серьезная работа. Ирисы или ирисы, ну, кто как их называет. И, кстати, рамку в багетной мастерской я заказывала на свой вкус. Мне мастер предложил какую-то громоздкую, темную, очень тяжело смотрящуюся. Я предложила мастеру в багетной мастерской на свой вкус. Вот покажу поближе рамку. Она вот из таких зелено-красно-желтых переливов. И вот обрамленная вот такой каемочкой плетеной. Я предложила ему свою. Я говорю, ну, это же ирисы, это такой садовый цветок. Он такой легкий, такой воздушный. Под него нужно какую-то такую весеннюю, радостную и такую же легкую рамку. Я говорю, давайте что-нибудь такое вот весеннее выберем. Я вот из его запасов выбрала вот такую рамку. При этом в багетной мастерской висела точно такая же работа, уже оформленная, но с другой рамой. Видимо, там рукодельница поддалась вкусу мастера багетной мастерской, и рама была действительно тяжело смотрящейся. Я же все-таки вот уговорила его и на свой лад выбрала вот такую. Очень рада вот этой своей работе, и она теперь украшает у меня спальню. И вот на другой стене расположена еще одна бабочка. Рамки выбрала точно такие же, как вот для енота, потому что посчитала, что в спальне должно быть что-то спокойное и умиротворенное. И вот такой вот милый зайка, вот такой душечка, рядом с бабочкой. Вот расположила вот так. Вот как раз вот у меня здесь трюмо стоит, и вот так расположила две этих вышивки. Ну и ряд моих работ, мусипусеньких, есть в зале. В зале два вот таких милых котенка, один в башмачке, другой в корзиночке. Это из одной серии были котята. Я их решила вот так вышить в паре, и в паре они у меня в одинаковых рамках и висят. И вот такая вот, я ее называю гламурная корова, смотрящая на лягушку. Ну до того вот забавная. Прям корова мисс полей. Для нее я выбрала почему-то вот такую темно-зеленую раму. Наверное, все-таки какой-то действительно лужайки и поляны ей не хватало. Решила хотя бы восполнить этот пробел такой темно-темно-зеленой рамой. Ну не рамой даже, а рамкой для такой коровки. И расположила я вот все три картинки в гостиной на стене. Вот так вот они у меня висят. Девчонки, ну надеюсь, вот эта вот экскурсия по моей галерее домашней вам понравилась. И думаю, что я удовлетворила запрос моей подписчицы о моем рукоделии, о моем хобби. И не знаю, ну как бог даст, как сложится. Может быть, я продолжу дальше свое увлечение. И тогда уже буду делиться с вами, наверное, этапами процесса вышитых картин и уже готовыми работами новыми. Ставьте лайки, кому понравилось мое видео. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто еще не подписался. Спасибо большое всем моим подписчикам за запросы, которые я от вас получаю. Я обещаю, что постараюсь по мере своих сил и возможностей выполнить их все. И до встречи в моих новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok